Мы двигаемся дальше. Представляю вам Екатерину Мищенко с выступлением о краунфандинге с нуля и о президентском гранте. Собственно говоря, опыт летней биологической школы Пилигрим. Посмотрим на российский опыт. Меня слышно? Хорошо. Очень забавное совпадение состоит в том, что я сама и организаторы нашей летней биологической школы Пилигрим, большинство организаторов учились на биошколе ШМТБ и даже познакомились там. Я выступаю сразу после Феди, это, по-моему, очень символично. Наша школа отличается и по своим принципам, и по своему отбору, и вообще по тому, как она проходит, потому что мы еще не настолько, наверное, крутые, чтобы приглашать себе классных-классных ученых и делать себе лаборатории, но тем не менее мы работаем с детьми более младшего школьного возраста тоже, то есть начиная с четвертого класса. И наша школа полевая, то есть к разным лабораторным практическим занятиям, теоретическим курсам также добавляются и практические занятия, допустим, какие-то полевые выходы. Если ребенок хочет заниматься, допустим, ботаникой, зоологией, он выбирает себе такую пару и имеет эту возможность. Но хотелось бы больше рассказать не о самой школе, а о том, о чем, собственно, тема выступления, то есть о том, как мы искали финансирование. Поскольку все организаторы школы на момент начала выхода на всероссийский уровень находились где-то на втором примерно курсе университета, ну, либо даже кто-то был на первом, у нас ни у кого не было опыта. И мы совсем ничего не умели, ну, то есть мы не умели краудфандить, мы не умели привлекать средства, но мы очень хотели. И мы набили очень много, мне кажется, шишек, и мне хотелось бы поделиться опытом, как мы смогли это сделать. Может быть, если кто-то уже занимался краудфандингом, что-то покажется ему наивным, вот, но обычно вот то, что кажется очевидным сейчас, может не прийти в голову, если вы сами начнете это делать. И, ну, бывает обидно, когда такие глупые ошибки заставляют вас страдать потом. Вот, ну, и здесь вот на картинках карта базы, у нас база устроена как клетка биологическая, здесь вот ядро всякие, еще другие места, которые соответствуют по своей функциональности, имеют аналогии в живой клетке. Ну, и фотографии. Вот, сейчас это школа, куда приезжают участники не только из разных регионов России, но и из Белоруссии, даже Казахстана, вот, то есть даже уже из-за рубежа начали приезжать, мы выходим на международный уровень, мы развиваемся, вот, и наши приглашенные лекторы тоже приезжают из Кембриджа, из Гарварда, мы звали своих каких-то знакомых, своих знакомых-знакомых, российских ученых, которые, ну, которые учили сначала, допустим, в России, а потом уехали работать туда, чтобы тоже показывать мир, какой он большой, как много интересного есть в науке, вот. Ну, и, собственно, благодаря чему мы выросли, вышли на всероссийский уровень, а теперь уже пытаемся подавать, скажем так, заявку на международный, на выход на международный уровень, это как раз благодаря тому, что мы нашли себе финансирование. Можно следующий слайд? Вот. И когда мы запускали наш всероссийский проект, наш первый шаг большой и важный был crowdfunding. Кто знает, что такое crowdfunding? Я думаю, все должны знать. Ну, да, по-моему, все подняли руки. Вот. На всякий случай, это когда собирается средство на специальной платформе онлайн, и за какую-то определенную сумму назначается вознаграждение, какой-нибудь милый, приятный подарок, либо если это как-то связано с выпуском, допустим, какой-то книги, crowdfunding на выпуск книги, то человек получает, который заплатил там сколько-то денег за то, чтобы эта книга вышла, получает эту книгу, например, с автографом автора. Ну, и, в общем, разные милые бонусы получают спонсоры. Вот. И здесь мне хотелось сказать одну важную вещь, которую иногда упускают, что к crowdfunding идея готовится заранее, это всегда хорошая идея. Потому что когда мы начинали это делать, мы практически уже запустили проект, и тут наш руководитель же заслал нам всем письмов с, наверное, 20 ссылками, статьями про crowdfunding, в большинстве из которых говорилось, что подготовка к crowdfunding должна начинаться, допустим, там, ну, за месяц, за него или за два. Вот. Это было прекрасно, потому что мы начинали crowdfunding уже примерно через два дня. Вот. Это было очень замечательно и тяжело. Конечно, перед дедлайном, когда вы чувствуете уже его дыхание за своей спиной, продуктивность явно повышается, но нужно понять, что crowdfunding — это такая активность, когда вы должны призывать людей, репостить ваши посты, просить их вложить деньги, что-то еще. И люди могут там сомневаться. Эта новость может, допустим, не доходить до каких-то СМИ, кто-то не хочет про это писать, кто-то не хочет публиковать, люди подтягиваются медленно. Поэтому это же зависит не только от вас. Вы всем написали, а никто не ответил. Поэтому нужно начинать готовиться заранее, предупредить всех знакомых, выспрашивать у кого-то, узнавать, где вы можете написать об этом, как можно привлечь себе внимание. Вот. Можно переключить. Спасибо. Ошибки начинающего crowdfunding. Ну, собственно, часть из них мы сделали сами, часть из них мы наблюдали на других проектах, которые параллельно с нами проходили. Мы делали crowdfunding на BoomStarter, и мы наблюдали и за другими проектами, которые параллельно с нами шли, и тоже видели разные ошибки. В общем, запускать проект без подготовки, как мы поняли по предыдущей картинке, совершенно глупая затея. То есть решать все во время уже процесса довольно сложное, тяжело, и это будет быстро и неудобно. Также нужно четкое объяснение, на что и куда пойдут деньги ваши. Если его нет, то человек не будет знать, почему и куда, собственно, он платит, зачем он должен отдать их. Неинтересны никому не нужные вознаграждения. Также публикация просто поста на BoomStarter тоже сама по себе вам ничего не принесет. Нужно работать над тем, чтобы эта информация расходилась, чтобы о вашем crowdfunding узнавало как можно больше людей. Поскольку мы не имели особенного доступа сначала никаким большим СМИ, и не имели большой поддержки, и не имели много денег на рекламу, мы просто начали писать всем своим друзьям в списке друзей по очереди. И это было, ну не знаю, наверное, 500 сообщений от одного человека, 500 сообщений от другого, и кто-то действительно репостил, кто-то действительно отвечал, это было тяжело. Но в принципе это в итоге сработало. Поэтому просто опубликовать и ждать – это очень глупая затея. Также однотипные рассылки какие-то делать, если у вас есть какая-то база, слать всем одно и то же, вне зависимости от того, знакомый вы с этим человеком, незнакомый, кто он, он может быть там, допустим, родителем школьника, который будет получать образовательные услуги, или он может быть просто каким-то спонсором потенциальным. Просто писать всем одно и то же глупо. Вот. И также нельзя надеяться, что crowdfunding из года в год будет приносить вам стабильную прибыль, потому что этот метод подходит больше для каких-то разовых мероприятий, либо для старта мероприятия, а не для того, чтобы всегда на нем жить, с резарядким исключением. Вот. Какие можно советы вам дать? В первую очередь надо позаботиться о команде, распределить, кто что делает, чтобы это не было в попыхах. Вот. Но это очень очевидно, но тем не менее это важно. Мы лично благодарили всех спонсоров. Мы писали им каждому, кто что-то нам положил. Их было где-то около 196, по-моему, в сумме в итоге. Вот. Но мы считаем, что это важно, чтобы человеку было приятно, даже если он положил немного. Вот. Также мы подстраивались под даты, мы пытались планировать, как люди будут тратить деньги, в зависимости от того, что приходят майские праздники. Люди, наверное, будут откладывать на какую-то поездку или что-то еще, поэтому заканчивать crowdfunding на майских праздниках не очень удобно, подумали мы, когда уже прошло половина, наверное, примерно срока crowdfunding, и он заканчивался 4 мая. Вот. Кроме того, ну, нужно просить о помощи всех знакомых, может быть, у кого-то есть еще знакомые знакомых, искать какие-то выходы. То есть у нас не было ни копейки на рекламу, но мы смогли опубликоваться в ряде различных групп ВКонтакте, в Фейсбуке и где-то еще, просто потому что где-то мы были знакомы с организаторами, где-то мы смогли просто объяснить им нашу проблему и найти к ним какой-то вот личный подход, то есть сказать, вот вы вот этим вот занимаетесь, для нас это тоже важно, пожалуйста, помогите нам сделать репост. Вот. Также, если вы обращаетесь к МИ, нужно понимать и стараться понять, что именно их заинтересует. Не то, что вот мы делаем такое хорошее дело, нам нужна помощь. Нет, нужно подумать, я сама просто журналистом работаю, нужно подумать, что журналисту будет интересно в вас и преподносить именно это. Вот. Еще мы выиграли грант президентский в этом году, и меня просили рассказать о нем тоже. Я не знаю, насколько мой опыт универсален, потому что это наш первый выигранный президентский грант. Но что я точно поняла, потому что я заполнила очень много заявок до того, как я наконец-то выиграла впервые, что читать инструкцию надо. Всем кажется, что инструкция, где прописан каждый чих, это бред, и это уныло, и занудно, но с другой стороны, если там не написано ничего, и вы просто не понимаете, что от вас хотят, это совершенно другая история, по-моему, это намного хуже. Если каждый шаг прописан, давайте так и сделаем. Если он прописан, значит, он прописан не зря. Собственно, они это хотят, пусть они это получат. Вот. Также нужно, мне кажется, нужно стараться подстраивать свой текст заявки под стиль и под форму, которые, скорее всего, ожидают ваши организаторы. То есть, если они пишут канцелярит, то писать милые какие-то эмоциональные там вздохи, охи, естественно, не стоит. Вот. Ну и вообще, нужно писать просто человеческим языком, не скатываясь ни в одну из крайностей. Вот. Также нужно подавать много заявок. Много заявок, иначе, ну, не выгорят. Потому что одна заявка, две заявки, всегда найдется причина, почему их могут отклонить, всегда найдется кто-то другой, кто выиграет. Вот. И подавая заявки, может быть, вы через какое-то время обнаружите, что у вас сформировался общий костяк, который, в принципе, во всех заявках один и тот же. Вот. Но какие-то детали вы, конечно же, будете менять, и когда будет проходить ваше мероприятие, если оно ежегодное, то у вас будут добавляться новые какие-то подробности о нем, новые результаты, вы будете их добавлять, конечно. Вот. Но все-таки нельзя просто переклеивать марки, как делал Мартин Иден, и посылать каждый раз одни и те же тексты в разные издательства. Вот. И просто ждать, что наконец-то кому-нибудь вы понравитесь. Также многие проекты можно представить с разных сторон. И, допустим, наш проект, с одной стороны, он помощь детям. Ну, мы же помогаем детям, мы же занимаемся образованием детей. С другой стороны, он образовательный проект. Можно подавать, значит, и на направление образовательных проектов. С третьей стороны, это проект, который делает молодежь. Мы же молодежь. Ну, Вот, то есть нужно стараться пользоваться всеми возможностями, которые у вас есть вот с этой точки зрения И никогда, никогда не откладывайте подачу заявки до момента, когда осталось у вас там полчаса или пять минут Потому что обычно в этот момент сайт просто ложится, он зависает, неважно какой это гранд президентский Или вот какой-нибудь там другой, куда подают много заявок Обычно сайт не принимает просто эти заявки, потому что он не справляется с наплывом посещений И он не работает, и вы просто не можете отправить эту заявку, если отложили Вот, кроме того, вот сейчас выиграв, я понимаю, что выиграть это мало Если вы выиграли, нечего расслабляться, не надо думать, что все теперь хорошо Вот, например, очень глупой идеей было бы, ну если вы будете когда-нибудь поступать так же Регистрировать некоммерческую организацию в одном городе, потом уезжать работать, учиться в другом Получать грант и думать, ах, сейчас все будет хорошо Нет, хорошо не будет, вам придется ездить туда, в налоговую, в банк, очень много раз Вот, поэтому будьте к этому готовы, либо возьмите отпуск с другой работы, если вы работаете где-то еще Вам придется набраться терпения, много терпения Потому что, например, нам в налоговой дали справку не того образца, который гласит, что мы должны 0,0 рублей 0 копеек А нам нужна была справка, где должно быть написано, что мы не должны ничего И нам сказали, нет, эта справка вам не подходит Вот, ну, в общем, такие моменты очень часто случаются И, ну, естественно, если вы видите инструкции, то вы уже знаете, что с ними делать Вот Спасибо большое Спасибо